Конференция, посвященная мальчику 2-го 2-го номера из бюджетного чемпиона против конфиденцкого автора, в отпустях данный тренер команды и предпринимательских членов. Пожалуйста, Ваши вопросы. Есть ли вопросы? Эксперт-байк Александр Зимаков. Виктор Михайлович, насколько Вы считаете, Ваша команда готова к первой встрече? По чьей территории? Что касается сбора информации, то считаем нас, несмотря на то, что сейчас подготовительный период, достаточно много мы собрали информацию и, наверное, два-то буквально будет столбца. Что касается нашей самой команды, то несмотря на то, что не совсем удачными сериями нас в чемпионате Минал-Руссии идет, умеем переключаться и с особым таким настроением подходить к евро-купу на эти матча. Но что касается тренировок, то хорошее желание, страсть, концентрация, команда присутствует при подготовке и надеюсь, что мы это сохраним, не расплескаем двое играми. Следующий вопрос. Насколько Ваш запланированный состав будет сочетаться с тем, что Вы выстрелите на поле, то есть травмы последние? Кто по Вашим планам не сможет выйти на этой игре? Ну, у нас все равно боеспособный состав, несмотря на то, что у нас уехали на Олимпиаду, несмотря на то, что у нас не сможет сыграть Филипенко. Но в данный момент буквально 10 минут назад пришла информация, что еще серьезный момент Веревича. Он даже в этой игре может нам помочь, если понадобится. То есть мы планировали его на следующий год, поэтому, конечно, это плюс еще один зашли. Знаете, что приехал Поляков Денис, попросили мы Георгия Петровича и Сафаряна, чтобы они нам помогли Вашим на следующий год, и мы им спасибо. Поэтому у нас достаточно людей, чтобы качественно сыграть вперед. Спасибо. И еще. Ну, по Полякову Вы заговорили, Георгий Пеннадцев сразу согласился отпустить или пришлось под дискуссию? Нет. Сразу же вошел в положение. То есть мы, я бы сказал, какие у нас трудности сразу. Хотя, например, это не было через Сафаряна, а через Кавалевича, но, по крайней мере, что это буквально в течение нескольких минут вы решили. Догонку, разговаривали с Кандальцем только по Полякову или, может, еще Брисан, Бага? Даже в ней поворачивался язык просить Брисана и Багу, потому что мы ходим в положение олимпийское сборное. И если у нас, в связи с подвопросом участия было Евреевича и Филипенко, я не мог сказать, то есть у нас понятно, что сразу Сульский защитник, Кавалевич, Солкова у нас есть. И даже не заходила речь о том, чтобы отпустить Брисана и Багу, потому что я понимаю, что если мы будем просить Брисана и Багу, значит, будет Кавалевич просить на матч Теревины Звезды. И потом многие команды начнут подниматься непосредственно, почему они сыграли последний тур, который мы проводили, уехали игроки. То есть принципная реакция, поэтому они определили подготовку к Олимпиаде, то есть спарринг и так далее. Они работают по своей программе, мы не можем сорвать за ним. И еще? Ну, заканчивал поликой, он уже здесь? Да, он сегодня тренировался там. И еще? Дмитрий Михайлович, последняя серия домашняя, не очень удачная у команды получилась. Вот это вас волнует, раздражает? Или это абсолютно ничего не значит перед стартом для чемпиона? Ну, наверное, неправильно подобные слова. Волнует, это раздражает. Еврокубковые матчи – это такие матчи, где надо отречься от всего и целенаправленно к ним готовиться. То есть я вижу, что у нас, скажем так, аккумулируется энергия, к этим матчам, ну, по крайней мере, что меня это радует. И уже зная команду, то есть, ну, какая-то особая подготовка к этим матчам присутствует, да, и она у нас в данный момент есть. То есть на какой-то особый уровень мы выходим, или это сфера будет в матче. А как вам нравится аккумулировать эту энергию? Ну, это все внутреннее. То есть вот желание, страсть побеждать, все-таки вот та привычка, которая у нас в последнее время есть – проводить осенние отрезы и чемпионаты Беларуси, и Еврокубковых матчей, он сохраняется, потому что мы понимаем, что без этого уже нам как-то сложно. Такие длительные паузы будут. Ну и плюс вот это вот, когда попробуешь на вкус Лигу чемпионов, даже Лигу Европы, это очень сильно притягивает к себе. Это наркотик, который хочется дальше больше участвовать в этих турнирах. Это стимул для роста, это желание показать себя, уехать в более сильный чемпионат для ребят. Поэтому вот эта энергия начинает у нас накапливаться. Переезд Полякова избавил от необходимости Володькова использовать защиту? Ну да, по сути дела мы можем сейчас с Володькова на его профильную позицию выдать по защиту. Да, ну, по крайней мере, что и Кунцевич у нас уже оправился от травмы, то есть тоже надо учитывать. Поэтому, ну, в любом случае, Фитоликов – это одна с основной защитник по ходу этого сезона, конечно, когда и есть с основной защитник обоим, это большое дело. Еще вопрос. У вас два вратаря уехали в Олимпийскую сборную. Волнует ли у вас факт, что за Горбуновым сзади, так сказать, совсем молодые ребята? Ну, мы такую же ситуацию видели, когда у нас в Еврокубах матчей, таких коллекционных, был скольфицирован Горинко, и когда играл Бутер, и за спиной Бутера сидели молодые ребята. Ну, это нормальная, вполне ситуация, что есть основной вратарь, есть второй, они очень высокого уровня, ну, и молодые ребята, которые тоже свои шансы будут к этому спокойны, к этому относимся. И, ну, опять же, вот есть договоренность, что в случае, если что-то непредвиденное, тогда можно одного вратаря, по крайней мере, на игру привезти. А Горбунов, в связи с этим, он не расслабился? Но, если днем, начисто, как это показалось, если все будет? Нет, он, ну, можно по-разному смотреть, так, что расслабился, не расслабился, но, по крайней мере, что есть на каждой тренировке большое желание, то есть не пропустить такой предельный концентрат, с таким хорошим планом, на тренировке все равно. Независимо от того, что есть Бутера или нет, надо именно в этом плане одолжение. И что вы спросите? Вот эти отъезды, травмы, не возникли? И никакой мысль, что может поменять другую практическую схему, избрать, фланги вот и включить? Ну, вообще, и общаясь с командой, и Дмитрийский штаб, вообще есть основа схемы, и от нее надо прицать, и плюс ребятам, как бы, это все нравится, что мы сейчас делаем, поэтому я не вижу смысла менять, и плюс к этому что-то менять, потому что у нас сейчас и состав подобен именно. Новые люди могут в команде появиться до 18-го числа? Ну, вообще, теоретически да, но мы знаем, что мы можем заявить только свободных агентов, открытия трансформированного рынка, и какими-то махинальцами, как есть у нас прецедентами, заниматься обузами. Пояснения нужны или нет? Николай Павлович, заканчивается срок аренды в Белшине Става Шибера и Живка, будет кто-то из них подращен команду. Это опять же, вот откроется трансформированное окно, тогда будем и какие-то шкидать. Вопрос с Александром Глябовым вообще закрыт, да, уже? То же самое, что, как ты сейчас комментируешь, то есть мы, теоретически, сейчас можем заметить на данный момент перед матчем с флантером, свободного гейма, да, мы не видим смысла этого сделать, а когда откроется вот трансформированная окно, тогда будут предприниматься какие-то шаги. То есть ситуация по Севакову, силиконовый этажок, все это поймем, когда откроется трансформированное окно, что... Да, конечно, и когда мы пишем какой-то контракт, я не говорю о том, что с названным с вами футболистом, что мы непременно подпишем, тогда мы можем более предметно говорить, то есть комментируются какие-то слухи, которые циркулируют в интернете, да, или комментируются какие-то факты переговоров, есть подписание контракта, тогда можно об этом говорить. А Глеб до сих пор тренируется с командой? Да. Вот Шпилевский говорит, что ведутся переговоры с БТ, но сам Глеб говорит, что я не буду в БТ. Вас такие высказывания оскорбляют? Как еще раз Шпилевский? Шпилевский говорит, что мы ведем переговоры с БТ, а Глеб говорит, что я не буду в БТ в любом случае. Вот это высказывание Глеба. Я не знаю, кому-то сказал Глеб, но по крайней мере, сейчас тренируют с нами, и такие заявления мне говорят. И то же самое, что, насколько я знаю, что со Шпилевским какого-то такого теста общения сейчас у них нет. Еще вопрос? Есть ли еще вопрос? В интернете, есть ли вас вопрос? Мы опоздали, мы хотели повторить бы все сначала, возможно? Нет, главное, не знаю, там все. В преддверии вы применяете в тренировке по массе что-нибудь как новое? Или все идет на старочек? Нет, что касается самих упражнений, конечно, мы каким-то образом немножко арестировали под соперника, но что-то коренным образом не меняем. еще вопрос. Питер Михайлович, обычно предшествующий старту матч как бы рассматривается как генеральная репетиция. Вот у вас манчжордин не очень удался. В чем причина? Как вы считаете? Ну, во-первых, я не стал бы говорить о том, что шпионат Белоруссии просто по интервью за 600 лет Жордина, а какой-то этап подготовки я бы так не сказал. а что касается игры старпеда Жордина, есть у нас определенные выводы, но это скорее для команды, но мы будем говорить. Скажу так, когда мы имели такую победную серию, да, тогда у нас хорошая такая наглая уверенность была, сейчас она вот немножко мы ее потеряли, но как только мы более уверенно станем действовать, все станет конспористом. Еще раз. мы спрашивали, мы спрашивали, поделитесь, может, впечатлением, мнением по поводу физического и психологического состояния игроков. И в первом компоненте, а в втором я никаких проблем не вижу. Еще вопрос. Три года назад вы играли уже в Македонии, тот опыт может помочь вам сейчас в виду ответа. тоже тренер в чем-то схожей команды, но все равно как всегда двух одинаковых команд быть не может. Есть и отличия, но, по крайней мере, они несущественные. Опыт, да, был, ну, когда мы первый матч начинали на выезд, сейчас дома, начинаем, да, и домашних важно, это, домашних важно, конечно, победить, и при этом сохранить свои ворота. голодки. Пиктор Михайлович, рассчитываете ли вы на аншлаг, на матч? Да, конечно, и я очень рад, что на самом деле будет аншлаг, потому что на всех кальфикационных матчах у нас идем нау-пол. Еще вопрос. Вот, мне кажется, это самое сложное для вас в борисе, а вы как его хотите. Самое сложное? Сложное. Ну, пора вот, отъезды, проблемы с игроками, раньше все как-то попроще было, в предыдущем. Ну, по крайней мере, что от нас никто не выезжал, конечно, мы изначально предполагали еще год назад, что пусть не совсем обычная ситуация, но одно дело предполагать, а второе дело, когда уже приходит это время, когда вызывается пресса, конечно, сложно запрогнозировать, что вот так произойдет. да, мы готовились, но все равно есть моменты, которые тяжелые участия. Следующий вопрос. есть ли вопросы? Про качество поля никто не спрашивает. Вы это можете сказать. Нет вопросов? Про качество поля, ну, вот видно, что вы как сейчас стараетесь подготовить, чтобы у нас хорошее состояние было. на самом деле очень важно, чтобы было качество поля, потому что, если команда позиционно очень много атакует, то здесь важно, чтобы было без всякого. Поэтому, даже вот, естественно, общаемся, мы с тобой так и судьбой, чтобы качество проявили поля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok